Миссия парламентской азамблеи ОДКБ не выявила нарушений на выборах в Казахстане. Координатор миссии и заместитель главы постоянной комиссии по безопасности Нижней Палаты Парламента Беларуси Александр Маркевич прокомментировал выборный процесс в Казахстане, передает Казинформ. Мы отметили это в своем заключении, что выборы были проведены в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными нормами. Нарушений по порядку выдачи бюллетеней, размещения наглядной агитации, организации самого процесса голосования в ходе подсчета голосов мы не выявили, что и отметили в своем заключении международной группы наблюдателей, сказал Александр Маркевич. Спикер также отдельно отметил доброжелательность людей на участках и высокую активность. Наблюдателей поразило то количество кандидатов на отдельных участках, что говорит о высокой политической активности и культуре. Никаких сложностей и трудностей мы не испытали. На все вопросы, которые мы задавали, мы получали корректные и профессиональные ответы. Любая информация нам предоставлялась и обеспечивался доступ к тем элементам избирательного процесса, которым мы хотели, добавил Маркевич. Кашаганская нефть впервые стала транспортироваться по маршруту Актау-Баку. Это был один из путей диверсификации казахстанского сырья, пишет газета «Литер». Нефть, добываемая на казахстанском месторождении Кашаган, впервые стала транспортироваться по маршруту Актау-Баку. Транспортировка нефти по новому маршруту была осуществлена танкером-академик Хошбахт Юсиф Заде в морской транспортной флотилии АСКО, говорится в сообщении. На танкер загружена первая партия нефти в объеме 6900 тонн. Танкер доставит нефть из казахстанского порта Актау на азербайджанский терминал Сангачал. Евросоюз выделит миллиард долларов на восстановление Турции после землетрясения. Урсула фон дер Ляйен, президент исполнительного органа ЕС, также пообещала выделить 108 миллионов евро в виде гуманитарной помощи Сирии, пишет Associated Press. Землетрясение 6 февраля унесло жизни более 52 тысяч человек, подавляющее большинство в Турции. По словам президента страны, почти 300 тысяч зданий в Турции либо рухнули, либо серьезно пострадали. Люди, пострадавшие от этого разрушительного землетрясения, надеются на помощь. Их необходимо обеспечить предметами первой необходимости, включая продукты питания, кровь, теплую одежду и чистую воду, а также поддержать и без того слабую систему здравоохранения, включая обеспечение лекарствами и медицинским оборудованием, сказала Таня Эверс, региональный директор АРС в Сирии. Международный комитет спасения, группа помощи, реагирующая на гуманитарные кризисы, заявил, что ситуация в регионе остается критической и призвал доноров обеспечить полное финансирование призывов ООН. ООН и партнерам потребуется 715 миллионов долларов на помощь жителям Гаити. Это более чем в два раза больше, чем в прошлом году, и самая значительная сумма со времени землетрясения 2010 года. Ситуация на Гаити ухудшается с каждым днем, граждане сталкиваются с растущим насилием, проблемами в области прав человека, нехваткой продовольствия и эпидемией холеры, передает Центр новостей ООН. Влияние вооруженных банд выросло как в столице Порто-Пренсе, так и за ее пределами. Их влияние уже распространилось и на департамент Артибонит, житницу страны. Вооруженное насилие, включая похищение женщин и девочек, также растет. Участники миссии провели переговоры с премьер-министром Ариэлем Генри и другими членами правительства, а также встретились с представителями общин из районов, контролируемых вооруженными бандами или находящихся под их влиянием. Представители ООН и неправительственных организаций отметили, что несмотря на трудности, гуманитарная помощь продолжает расширяться. Финляндия стала самой счастливой страной в мире по версии ООН. Государство возглавляет рейтинг шестой год подряд и значительно опережает все другие страны. Результаты ежегодного доклада публикует Мирор. Доход, здоровье, наличие кого-то, на кого можно положиться, чувство свободы в принятии ключевых жизненных решений, щедрость и отсутствие коррупции. Все это играет важную роль в оценке жизни граждан разных стран, говорится в отчете. Кроме Финляндии, в десятку самых счастливых стран вошла Дания, Исландия, Израиль, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия. США заняли в рейтинге 15 место, а Литва стала первой новой страной в 20-ке списка, поднявшись более чем на 30 позиций с 2017 года. Всего в исследовании приняли участие 137 государств. Три последние строчки рейтинга занялись Сьерра-Леоне, Ливан и Афганистан. Раздираемые войной Афганистан и Ливан остаются двумя самыми несчастливыми странами в исследовании, где средняя оценка жизни более чем в 5 пунктов ниже, чем в 10 самых счастливых странах, отмечается в докладе.